Ну здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Козырева Юлия. Сегодня у нас с вами очередная переделка. Мы будем делать вот такую сумку-авоську из старых джинсов. Сумка-авоська в последнее время набирает, вообще просто обретает новую жизнь. Мы освобождаем планету от одноразовых пластиковых пакетов. Мы освобождаем планету от горы использованных вещей. И вот, пожалуйста, одни джинсы, одна сумка. Работы на 2 часа. Сумка может быть прекрасным подарком, как маме, подруге, кому угодно. Если вы умеете, вы можете это продавать. Для начала я хочу сказать, чем отличаются, на мой взгляд, сумки, которые сделаны из джинсов. Наверное, не отличаются вкусом и стараниями, и приложенными усилиями. Джинсовый стиль, он яркий, и я бы не стала его усложнять. То есть, вот, чем проще, тем лучше. Вот, допустим, такие вот лаконичные сумочки. Меня, честно говоря, пугают вот эти вот обрезанные в районе паха джинсы. И сделаны из них сумки, уж какие-то они очень анатомичные. Вот ощущение, у меня почему-то все время ощущение, что их забыли даже постирать. И они, может быть, там, ну вот как-то вот, не знаю, у меня очень плохие ассоциации. Поэтому, вот, чем отличаются? Смотрите, вот, допустим, сумка, которую делали профессионалы, скорее всего. И, когда ее делали, в общем-то, старались. Во-первых, заморочились по поводу дизайна. Добавили элементы. И, видите, такие вот блоки. То есть, не мельчит крупные блоки кожи. Либо, может быть, это не кожа, может быть, там, кожзам. Или какая-то другая ткань. Но, как видите, все очень лаконично, все очень сдержанно. Плюс, здесь использована очень хорошая фурнитура. Фурнитура кожаная, потом латунные или какие-то металлические клепки. Может быть, не кожаные, а может быть, какие-то рапсовые ремни. Но, в общем-то, фурнитура стоит дорого. Ее нужно поискать хорошую еще. Но это стоит того, потому что вещь обретает такую вот, прямо, очень достойную форму. И, если говорить о формах, мне нравятся очень простые лаконичные формы. Да, насыщенная фактура, но очень лаконичная форма, как здесь. Видите, квадрат и такой мешок. Это могло быть какой-то коробкой, если бы это было мило жесткие формы. Но, что мы будем делать сегодня? Мы будем делать то, что можно сделать дома, что можно сделать быстро. И что можно сделать тому, кто не умеет шить, но умеет старочить, либо не любит шить и не хочет тратить на это много времени. Я отрезаю верх, и верх у меня не будет участвовать в этой переделке. Я буду работать только с нижней частью, которая может образовать какой-то прямоугольник. Смотрите, у нас есть ровные направляющие у джинсов. Эти ровные направляющие идут по боковым швам. И эти боковые швы, они, как правило, сделаны с двойной отстрочкой. То есть, такой вот классический джинсовый шов. Он толстый, он прочный и он красивый. Я этот шов отправлю наружу. И у меня у сумки будет одна ручка. И этот плотный шов будет на ручке, которая будет держать на себе основную нагрузку в сумке. Мне осталось выровнять части, которые связаны с паховым швом. То есть, те, которые идут у нас фигурные. Их мне нужно иссечь. И, как правило, по внутренней стороне брючин идет просто шов, который обработан оверлоком. Я расправляю и я соединяю брючины друг с другом. То есть, по этому внутреннему шву брюки нам нужно разрезать. Разрезать и убрать ненужное. К слову сказать, что брюки бывают редко абсолютно прямыми. То есть, у них и внизу может быть немножечко клеш или немножко зауженные. То есть, вот абсолютных прямоугольников вы не получите. Но поскольку у нас сумка такая свободной формы, то мы этими некоторыми пропорциями мы как бы пренебрежем. И смотрите, вот еще момент. Видите, в верхней части колени и бедра брюки больше трутся и больше вытирается. Там ткань слабее. Поэтому, если я делаю сумку и прочнее, я использую более прочные участки сумки. То есть, низ брючин у меня будет внизу сумки, к дну. А то, что у меня как бы протертое, я это отправляю, вырезаю и формирую из этого ручку. Дуга, которая образует ручку, она у меня в такой очень произвольной форме. Главное, чтобы длинные ручки вам хватило на то, чтобы вы эту сумку могли повесить через плечо. И она не упиралась у вас в подмышки. Потом, смотрите, еще какой момент. Поскольку у меня неровные, да, и я соединяю половинки брюк, заднюю и переднюю. Задняя половинка, как правило, шире, чем передняя. И поэтому одна сторона сумки у нас получится немножко шире, чем другая сторона. Но она шире именно в той части, где у нас верх ручек. А там, где у нас колени, там у нас, ну, как бы более-менее равномерно. Вы это видите. Ну, и поэтому, чтобы... Ну, в общем-то, это облегчает нам задачу. Я вырезаю дугу, потом я пошу, складываю и откладываю ее на противоположную сторону. Обвожу мелом и провязаю. Дальше я делаю это на одной стороне. Потом я выравниваю будущие ручки по швам, подтягиваю и вырезаю уже по дуге, которая у меня образуется. Вот видите, вжиг и все, как бы у меня уже на другую сторону. И я могу вырезать ручки, чтобы у меня были одинаковые ширины, справа и слева от центрального шва. У нас остается такой кусок, который там, может быть, сделать какую-нибудь косметичку или органайзер для этой же сумки, для документов, для кошелька, там, для всяких этих. И дальше я сшиваю. Я сшиваю по серединке и я сшиваю дно. Я не усиливаю серединку, я усиливаю зигзагом только дно, потому что основная нагрузка у нас будет на ручку и на донышко. Боковые части, они как бы нормально будут, если вы просто сделаете один хороший шов, но такими хорошими прочными нитками. И дальше, что я делаю, я высекаю уголочки, как это обычно делается, но можно не усекать, делать просто такую вот лягушачью сумочку. Но когда вы высекаете уголочки вот таким образом, вы формируете объем, то есть у вас получается, добавляется ширина сумки. В этой сумке я не обрабатываю внутренние швы, потому что она быстрая и она для тех, кто не любит и может быть и не умеет шить. В принципе, для авоськи это совершенно нормально. Но если вы любите и умеете, вы можете сделать к ней подкладку, но уже после того, как вы сделаете фактуру. Как делается фактура? Для фактуры я для начала разлиновываю такие вот полоски, потом их формирую в клеточке. Ширина полоски у меня равна ширине линейки, которая у меня самая широкая. Это 4 сантиметра. 4-4,5 сантиметра. Мельче не нужно, потому что если вы будете делать дырочки, а у вас обоська, вам нужно, чтобы она была прочная. Поэтому слишком много дырочек, может быть, будет и не очень хорошо. И когда вы разлиновали все с одной и с другой стороны, нам нужно взять ножнички остренькие и складывая ребро по каждой линии, в местах пересечения перпендикулярных линий, вы делаете такой крестонообразный надрез в одну и другую сторону. Мне удобнее, когда я складываю, я иду по рядам, делаю эти надрезы. И таким образом вы разрезаете всю сумочку. Я скалывала булавками, это не обязательно. Мне просто нужно было отснять для мастер-класса, и поэтому мне удобнее было скалывать. На самом деле, если бы я не снимала, я бы не скалывала. И получается вот такой вот у нас крестообразный надрез на каждое пересечение этих линий. Я не делала дырки на дне. На дне нам дырки не нужны, то есть отстав от дна порядка 7 сантиметров. И на ручках я тоже не делала разрезы. Сейчас я сильно натягиваю сумку, чтобы мы увидели, как это растопыриваются надрезы. Но, чтобы их сделать фактурными, вы просто отправляете их в машинку стиральную и запускайте на какой-то режим стирки. Я бы не рекомендовала добавлять туда какие-то темные вещи, особенно какие-нибудь, которые черные или синие, потому что вся бахрома будет на них совершенно. Поэтому лучше отдельно постирать. И когда вы вытащите из машинки, у вас появится фактура. У меня джинсы были, ну, как бы не очень хорошего качества. Они с эластаном, они такие довольно тонкие. Но если вам найдется найти какой-нибудь сухой деним, который без эластана, либо хотя бы темно-синие джинсы или черные джинсы, на них это будет смотреться контрастнее и интереснее. Вот, допустим, как на моем пальто Боро. Здесь у меня были использованы как раз-таки сухой деним, японский деним, очень качественный. И по поводу, опять-таки, где взять. Ну, можно взять в секонд-хенде. Берите максимально большой размер, который можете найти, и максимально темные джинсы. Будет здорово. Ну, я люблю большие сумки, чтобы, ну, вот, просто, мне кажется, они смотрятся интереснее. Карантин закончится, секонд-хенды откроются, но вполне возможно, что у вас в запасах найдутся такие вот большие какие-то джинсы. Потом, смотрите, что еще, чем можно декорировать. Всякие джинсы имеют лейбл. Лейбл, как правило, сделан из толстой кожи. И я бы этим куском вот просто прикрыла этот шов, который образуется у нас на ручке. Во-первых, это усилит этот шов. Во-вторых, это просто будет очень хорошо смотреться. Вот он просто как будто бы там лежал. Отсюда вывод, что ширина ручки должна быть вот примерно как раз-таки равна ширине этого лейбла. Обратите внимание, я, можно, конечно, оставить срез открытым, но поскольку хулиганская сумка, я прямо наружу, на, как бы на лицевую сторону, я отогнула примерно сантиметр, 0,7 сантиметра и отстрочила. В местах, где у нас образуется дуга, у нас идет косой срез, и там он прекрасно драпируется. По ручкам у нас идет прямой срез, и по ручкам вот прямо вот зафиксируйте. Я сделаю просто отстрочку, можно зигзагом там, как угодно вы можете это закрепить. И только после этого я сверху пришила вот эту вот мулечку. Зигзагом я проработала только дно и соединение ручки. То есть я просрочила, потом сделала шов в разутюжку, и по этому шову прошла толстыми нитками зигзагом. По дну ручки и поверх ручки. И дальше вокруг я сделала вот как бы так, чтобы не слишком трепался край. Но он будет трепаться, поскольку это, в принципе, край, но этой сумке, мне кажется, это вот просто ей это пойдет. Также этими мулечками вы можете декорировать вот просто всю сумку и не делать дырочки. А можно сделать дырочки и нашить эти мулечки. И джинсы, и такая рыжая желтая кожа смотрятся, конечно, очень-очень хорошо. На джинсах есть карманы всегда. Эти карманы вы можете пришить наружу. У меня был вот такой дурацкий маленький карманчик. Ну, я его пришила, будет карман для мелочи, да, или для, может быть, карточки магазина, в котором вы ходите за продуктами. И вот что получилось. Ну, такая вот сумка. Видите, как фактура выглядит на самом деле. Она более фактурна будет, если будет более плотный и более темный деним. Сумка, как видите, свободно висит на плече. Ее удобно, можно там на руку надеть. И сумка очень компактно помещается в любую вашу сумку, с которой вы ходите, там, кожаная сумка, или дамская сумка, или просто маленькая сумка. То есть, это авоська. И я надеюсь, что я в скором времени увижу ваши варианты, ваших переделок. И на этом я прощаюсь с вами. До свидания и до новых встреч.